Вышла такая интересная статья. Вид перепуганный. Киркоров отказался от несдвижимости в США. И я так и думала, что он поехал туда вовсе не ради концерта Мадонны. Ещё и взял своего директора генерального, на которого переоформил свой бизнес. Он поехал, чтобы переоформить недвижимость в Соединённых Штатах Америки, в Майами. Зачем ему было ездить в США? Дело в том, что он переписал дом, который у него находится в Майами, на своих детей. Ну, конечно, они же ведь там родились, имеют право жить там. Поэтому он переписал на своих детей. И даже озвучил смешную сумму, за которую россиянину неведомыми, никому способами удалось переоформить недвижимость на наследников всего за 10 долларов. Ну, молодец. Теперь Филипп присматривает за вилы, чтобы во время отсутствия хозяев там не поселились какие-нибудь мигранты. Ну, ты тоже сам мигрант теперь. В отличие от других поездок в Америку, Филипп сейчас вовсе не выглядит счастливым. Похоже, скандал на родине здорово осложнил ему жизнь. Даже Мадонна не подняла настроение. Судя по фотографиям, вид у него довольно перепуган. Он несчастлив на этих фотографиях. Зачем он пошел на концерт лица капиталистического народного творчества, певицу Мадонну? Лицо при этом его не выражает счастья. Хорошо, здесь он оформил. Допустим, в Майами он оформил недвижимость на своих детей. А на кого он будет переоформлять в Италии особняк? На кого он будет переоформлять в Греции? А? Вот это очень интересно. Ну, допустим, бизнес переоформил на своего генерального директора. В Майами переоформил на детей. А дальше-то недвижимость-то. А еще, ой, еще три дома. Три квартиры в Москве и особняк в Подмосковье. Да, сложно будет. Сложно будет оформлять. Все быстренько надо переоформить на всех. Конечно. Ой, Филипп Киркоров перепуган по-черному. Давай посмотрим дальше, что будешь оформлять на кого. Ну вот. Продолжение следует...